В Ордонском районе ведут активную работу по увековечиванию памяти солдат, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В районе открыли уже четвертый памятник воинской славы. На открытии мемориального комплекса присутствовал в Рио главы республики Сергей Миняйло. Он возложил цветы к памятнику почти в память солдат. Алана Тумаева продолжит. 480 имен. Каждая из них – жизнь, которая была прервана здесь, на полях сражений в селении Рассвета в годы Великой Отечественной войны. Они храбро сражались с врагом, защищали Родину. Имена героев навсегда увековечены на гранитных плитах монумента. На открытии мемориального комплекса в Рио главы республики Сергей Миняйло. Он возложил цветы к памятнику почти в память солдат, отдавших в своей жизни за мир на земле. Огромное спасибо всем, кто принимал и принимает в этом участие. Я считаю, что это у нас с вами святой долг найти всех, кто погиб, и вернуть им имена, если, конечно, такое возможно. Спасибо. Это уже четвертый памятник воинской славы, который открывают в Ордонском районе. Здесь ведут активную и масштабную работу по вековечению памяти солдат, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Известны имена уже более полутора тысяч человек. И работа продолжается. В предыдущие годы нам также при их поддержке удалось увековечить более 1800 имен на местах боев между селением Мичурино и городом Ордоном, а также в селении Кадгарон. И в прошлом году, благодаря участию в федеральной программе по увековечению имен павших солдат, в селении Нар также проведена данная работа. Но впереди у нас еще предстоит увековечить около 1500 имен солдат, которые погибли на территории Ордонского района. Известно, что осенью и зимой 1942 года здесь, на территории района, велись кровопролитные бои. Только под селением Рассвет погибло порядка тысячи солдат Советской армии. Работа военных историков и поисковиков позволяет найти и сохранить для истории их имена. Здесь очень ожесточенные бои происходили. То есть, фактически через это село прорвалась немецкая танковая дивизия, которая потом пошла над Зурекау и, собственно, развернула бои за Гизель и так далее. И, в общем-то, это было таким важным, очень опорным пунктом. И с очень тяжелыми боями наши войска выбивали отсюда немцев. Здесь было подбито только между селами Нарта и Рассвета около 30 танков немецких нашими войсками. Открытие мемориала стало возможным и благодаря содействию северо-остинского филиала «Русгидро». Работа по благоустройству обелисков и захоронений стала для компании уже традиционной. Ее ведут на территории республики с 2015 года. За это время в рамках благотворительной программы реконструировали и благоустроили уже более 10 памятников и братских могил. Рассматриваются три версии. Нижний Феогдон, Мичурино. Здесь еще есть, в этом селе, есть еще братская могила ниже, в конце села, которая тоже, по всей вероятности, мы, наверное, возьмем попечительство. Но будем каждый год по одному. Это уже мы решим по ходу. Работы впереди много. Еще не все имена известны. Но жители района не перестают благодарить всех причастных за ту память, которую они могут передавать своим детям. Алана Тумаева, Ибрагим Чочев. Новости Осетии.